Если вы дожили до 70 лет и не знаете, что такое скованность движений по утрам, трудности при подъеме по лестнице, знаете, таких, как вы, 15 людей из 100. Большинство пожилых уже имеют хронические проблемы с суставами. И все чаще на свет появляются дети с врожденными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помогают им встать на ноги здесь. Саша любит рисовать. Так устроена природа человека. В ограниченных обстоятельствах нужно любить то, что можешь. Кататься на коньках Саше пока любить нельзя. Из Ставропольского края в Барнаул семья приехала после неудачной операции на родине. С сильными болями и хромотой. У девочки врожденный двусторонний вывих тазобедренных суставов. Когда я долго ходила, тогда у меня начинал болеть тазобедренный сустав. И коленки тоже болели. Как будто кость передвигалась туда-сюда. Раньше таких, как Саша, оперировали только в единичных клиниках России. Например, в Санкт-Петербурге. Теперь со всей страны едут в Барнаул. Пять лет назад, сразу после открытия, в Федеральном центре травматологии первыми пациентами стали именно дети. Успешно. О наших врачах узнали. ДЦП, аномалии развития, патологии опорно-двигательного аппарата, последствия травм. Алтайские хирурги научились ставить на ноги за кратчайшие сроки. Чтобы болевой синдром ушел, необходимо косточку распланировать и перепиливаться в нескольких местах. Она и разворачивается весь вертлужный. Вот этот комплекс разворачивается для того, чтобы улучшить покрытие головки бедренной кости. Говоря медицинским языком, Саши провели полную внесуставную реконструкцию. Сначала спланировав будущий скелет в 3D. Методику алтайские врачи привезли из Америки. Не всегда рассказывают взгляды, совпадают с классической русской школой. Но сколько врачей, столько мнений. А главный показатель налицо. Боль ушла. Сгибай ножку. Молодец. Вообще после такой операции так сгибать, поверьте, это то, чего не было до операции. Дети с врожденными патологиями стали появляться на свет все чаще, говорит доктор. Экология – образ жизни будущих родителей. Поставить на ноги и жить со своим неискусственным суставом в большинстве случаев можно. Особенно, если сделать операцию в идеале до трех лет. А сюда нередко попадают уже с букетом. Но даже в самых сложных случаях ищут решение. Больного тестируют, анализируют походку, проводят множество исследований. Это европейский подход, это общеизвестный мировой подход, но далеко не во всех уголках нашей страны. Я бы даже так сказал, единичные центры, которые могут, скажем так, предлагать эту методику многоуровневых хирургических вмешательств. Уходят от стандартов в крае при лечении последствий травм. Теперь даже детям стараются не делать полостных операций, обходясь проколами. За Уралом так не лечат больше нигде. И пациент сразу встает на ноги, тогда как раньше приходилось проводить на больничной койке месяцы. Саша, обещают медики, встанет на костыли уже через 12 дней после операции. А потом три дня в поезде, на самолете пока нельзя, родной дом и Новый год, в котором главное желание – ходить, встать и пойти. Евгения Даровская, Алексей Фрезин. Наши новости.